Всем привет, с вами Грин и это 32 выпуск моего шоу по дизайну в Майнкрафте. И сегодня будет выпуск по заявкам зрителей. В группе ВКонтакте проходило голосование за то, что вы хотите увидеть в следующем, ну не обязательно в следующем, а вообще что хотите, чтобы я построил. Идеи присылали тоже вы и в итоге определилось два лидера. Это отель, который сейчас находится в процессе постройки и он победил в голосовании с большим достаточно отрывом, но тем не менее он достаточно большой и его постройка занимает достаточно много времени. А пока я хочу показать вам фермы, фермы для животных, которые заняли второе место по итогам голосования. Итак, что можно сказать о фермах? Основная их цель это огораживать некоторое количество животных, защищать их от факторов внешней среды и позволять вам пользоваться всеми плюсами куриц и прочих, и прочих, и прочих. Убивать и есть их, естественно. Итак, ну самый простой, банальный вариант фермы это тупо отгородить некоторую часть земли забором. Однако, если вы хотите сделать какое-либо единое стилевое оформление или если вы играете на сервере, это не подходит. На серверах ваших куриц просто перебьют, потому что... а потому что козлов везде много. А для стиля этого недостаточно. То есть вот такой заборчик, он может быть только как ганом вариант и на самом деле, в принципе, ничего плохого я в нем не вижу, но все-таки чего-то, согласитесь, не хватает. Второй вариант уже защищенный специально для серверов. Это, хоть и без крыши, что, правда, несколько минус, но тем не менее, полностью огороженная территория, в которую можно пройти только через дверь. Так как на большинстве серьезных серверов есть плагины, то вам ничего не будет стоить, запревайте дверь и никто, естественно, не попадет к вам вот сюда и курицу или овец не перебьет. Если они сами не будут, опс, высовываться. Так, все, блин. Так, залезай назад, 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 назад. Будем считать, что так и было. Все, фиг вы выйдете теперь. Итак, следующее. Следующее, это уже скорее декоративный вариант, потому что здесь нету никаких способов защиты от гриферов. Мы можем спокойно входить, выходить, подманивать куриц зернами из-за пределов забора, но в то же время мне, если честно, очень понравился вот такой вот вариант постройки, а именно вот эти вот колонны с заборчиками, а также крыша, которую я, если вы посмотрите, делал из трех видов блоков. И она получилась довольно-таки такой простой и небесно-синий цвет, он, на мой взгляд, здесь очень кстати. Итак, в принципе, вот три варианта, которые можно достаточно быстро и легко построить. Однако, можно, в принципе, поговорить о более сложных идеях, которые нам могут пригодиться. Итак, вот первая идея, это амбар в стиле американских ранчо, который можно видеть во многих фильмах и... Да, в принципе, только в фильмах его и можно видеть, ну или в мультиках еще. Он построен из красной шерсти и почти половина его занимает большая крыша. Также здесь огромную роль играют снежные вот такие вот колонны и перекладины, которые являются стилистическим оформлением амбаров, непосредственно самих амбаров. Итак, давайте теперь посмотрим, что внизу и внутри. Кстати, вот это вот если... вот у меня не очень на самом деле получилось, но на самом деле это у нас дверь. Сделана она не только для красоты, а для того, чтобы вы могли поставить сюда оригинальную дверь и таким образом сюда не впускать никаких гриферов. Что внутри? А внутри у нас овечки. И при этом у нас здесь также есть достаточно широкий проспект, что добавляет нам простора. Что еще у нас здесь есть? Это зоны с разноцветными овцами, которых у нас здесь, ну, довольно приличное количество. Если посмотреть, то у нас здесь находится примерно раз, два, три, четыре, пять, десять вольеров для овец. Каждый из них у нас наверху имеет цвет. То есть мы сразу зайдя можем ориентироваться, к какой овце нам надо идти. В принципе, в таком вольере, я думаю, можно спокойно содержать и больше одной овцы, но не знаю, я решил, что для красоты этого вполне хватит. А с практической точки зрения это уже не так важно. Кстати, у нас есть второй этаж, и второй этаж у нас опирается на вот такие вот подпорки, на которые уже крепятся непосредственно светильники с шерстью. Подпорки, в принципе, я думаю, ничего сложного их сделать. В принципе, тут в основном используются лестницы, два цельных блока и полублока. И таким образом, по-моему, получилось вполне недурно. Также и тут есть, как на первом, так и на втором этаже, такая немаловажная вещь, как большой вольер для, ну, скажем, четырех овец. То есть, две. И таким образом, мы можем здесь держать, скажем, овец, которых нам необходимо именно сейчас сделать. Скажем, нам нужно сделать красные, вот, красные стены для этого амбара, которые, кстати, на мой взгляд, ничего плохого и ничем плохим не являются. И, на мой взгляд, вполне, так сказать, органично вписываются в интерьер. Итак, и мы можем сюда, скажем, заселить красных овец. И туда тоже. И таким образом, у нас будет достаточно большой прирост шерсти за день. Так, ну, в принципе, здесь все. Что у нас на втором этаже? На втором этаже то же самое. Здесь тоже разноцветные овцы. Здесь тоже есть вот такой вот вольер. Правда, нет окон. Здесь их заменяют. И немножко заменено стилистическое оформление непосредственно мест, куда мы крепим блоки с шерстью. А именно, теперь они крепятся на люстре, свисающей с потолка. Это объясняется тем, что у нас нет прямых стен, и, следовательно, нам некуда ставить опоры, какие были на первом этаже. Обратите внимание, кстати, что у меня здесь двойной пол. И, следовательно, здесь мы спокойно можем разместить землю. Если вы хотите поднять, ну, животных на такую высоту, то позаботьтесь об этом заранее. Потому что, ну, по лестницам вы их вряд ли затащите. А так, загнали их сюда, все равно убивать не планируйте. Так как это овцы. Поэтому свиней надо тоже с оглядкой делать. То есть не стоит убивать всех, если вы хотите так же разводить их. И, в итоге, тогда все будет хорошо. Ну, что ж. Вот это вот еще один вариант фермы. То есть вот такой вот американский амбар. Кстати, тут еще есть у нас, как вы могли заметить, вот такие вот бревенчатые светильники из двух блоков. И, на мой взгляд, они тоже играют важную роль, как сказать, делают менее однородной нашу постройку. Идем дальше. Так как у нас стемнело, кстати, давайте сделаем яркость максимально, чтобы мы могли все хорошо видеть. Идем вот к этому неприметному домику. Что в нем особенного и при чем здесь ферма? Сейчас поймете. Открываем. Рычаг, кстати, у нас работает только в одну сторону. И спускаемся вниз. Итак, да, дамы и господа, вы угадали. Это у нас подземная ферма. Потому что иногда, ну, не всегда на разных серверах есть различные плагины. И, к тому же, не все хотят хвастаться тем, что они имеют. И поэтому я решил сделать вот такую вот небольшую ферму, которую я и представляю вам сейчас. В чем ее особенности? Ну, во-первых, это то, что я попытался сделать так, будто бы это обычный мир. Специально построил небольшое деревце, а также сделал небесного цвета потолок. Также я большое внимание уделял стенам. В частности, я старался построить все из светлых блоков, потому что здесь освещения естественного нет. И надо заботиться об освещении самим. Также я здесь разместил целый ряд сундуков специально для различных инструментов, мечей там, скажем, или коровьих шкур и прочего, и прочего. Что нам может пригодиться во время фермерства. Или продукт фермерства. Итак, здесь, в принципе, можно сказать все. Хочу обратить внимание, как я построил факелы. То есть я их фактически разместил непосредственно в вот таких вот рамках. Я до сих пор не знаю толком, как это называется, если честно. И также, смотрите, здесь есть фонтаны. Ну как? Да, водопады такие. Они сделаны специально как дополнительный источник освещения. Если вы посмотрите, там у нас есть лампы. Ну, не лампы, а светопыль. И также синий цвет достаточно хорошо разбавляет достаточно бледную атмосферу березовых досок. Для этой же цели у нас здесь есть вот такие вот порталы. Которые, кстати, тоже освещаются. И освещаются так, что этого незаметно. То есть выглядит, будто свет идет неоткуда. Тут у нас есть горшки, цветки. Тоже для разнообразия. И, в принципе, здесь тоже на этом можно закончить. Еще хочу отметить то, что я сделал вот такой вот полукруглый вход. Непосредственно в саму ферму. И поставил вот здесь вот тоже заборчики. Это сделано специально, чтобы животные не выходили. Конечно же, они могут сюда запрыгивать. Но вероятность того, что они обойдут нашу преграду, весьма мала. И ей можно даже пренебречь. Итак, здесь у нас тоже, в принципе, все. Идем к последней нашей ферме. И давайте сделаем все-таки день, чтобы ее было... Так, не то. Не то. Time set day. Да. Итак, последняя ферма у нас имеет элементы редстоуна. Итак, как же она выглядит? Вот, собственно, сам механизм. Давайте посмотрим, как он работает. Мы нажимаем. И вода смывает не появившихся тут, потому что их нет. Но смывает хрюшек, которых мы хотим убить. После чего они по этому жолбу протекают вниз и падают сквозь лаву вот сюда. А отсюда уже мы непосредственно можем забрать мясо. Дверь поставлена таким образом специально. Дабы мы могли брать отсюда вещи и свиньи не разбегались в разные стороны. Ну и, собственно говоря, вот как я оформил эту постройку. То есть, вот он, механизм. В принципе, он достаточно простой. Я не думаю, что есть смысл на нем заостряться. И давайте посмотрим, как он выглядит со стороны. Точнее, со стороны обычного пользователя. Ну и здесь можно поставить дверь, но это не так важно. У нас свинюшки и так защищены еще одной дверью специально. Нажимаем на рычаг. И вот они сразу же уже летят. Мы можем вовремя закрыть рычаг. Тогда у нас останутся некоторые свиньи, как потомцы. А можем убить всех. Что мы, собственно говоря, давайте сейчас и сделаем. Так, свиньи отправились. И, в принципе, у нас здесь все тихо и спокойно. А теперь давайте посмотрим, что у нас есть в еще одном входе. Так сказать, черном входе. Вот он у нас. Я его здесь никак особо не оформлял. Потому что это и не надо. Сверху у нас капает лава. Это можно закрыть, в принципе. Или опустить просто зону чуть пониже. Я решил оставить ее так, как есть. И вот, собственно, у нас тут есть уже жареное мясо. Вот, 12 мяса у нас получилось. В принципе, по-моему, достаточно неплохо. Итак, что еще у нас есть в этом доме? Потому что внимательные пользователи наверняка заметили второй этаж. Как его уж еще не заметить. Тут у меня нет лестницы. Я ее забыл построить. Но, наверху у нас вполне классический домик с сундуками. С непосредственно книжными полками и печками. То есть, у нас одновременно и ферма, и жилой дом. Что достаточно удобно, если вы не хотите тратить много места на постройку чего-либо. То есть, если у вас ограничена площадь, на которой вы можете строить. Ну что ж, дамы и господа. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на мой канал. Вступайте в группу ВКонтакте. И удачи в строительстве и ферма.